итак ребятки в этом видео мы будем мыть сковородку в условиях деревни где нету водопровода и так далее и понятно что мы всякими феерами это очень долго и муторно итак мы уже как бы покушали нашу яичницу вытерли масло хлебушком и у нас как бы такая полу грязная сковородка далее мы что делаем во первых мы ставим кипятиться воду нам нужно будет немного кипятка и вот эту оставшуюся грязь с жиром мы просто вытираем бумажным полотенцем так вот ручка отваливается сковородку пора выкидывать мы пока вытираем на сухую где-то что-то пригорело вытернем сухую недостаточно есть еще значит другой салфеткой тоже вытираем 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 так вот масло здесь осталось на бумажной салфетке два раза вытерли теперь еще наливаем кипятка и продолжаем вы терять еще одной салфеткой если где-то что-то подгорело мы как раз кипятком и пытаемся от кипятить так потерли потерли грязь жир какую-то стерли так 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 главное менять полотенце и конечно лучше не однослойные а двухслойные на этот случай иметь у меня двухслойных мало и нужно не очень много воды от много налил как-то полотенце мокнет от этого и раз раз два три ёлочка гори протёрли так ну и в принципе у нас вот сковородка она чистая если недостаточно повторяем процедуру с кипятком я люблю что было более чисто поэтому я еще раз кипятка еще раз повторяем и процедуру и в принципе вот нас вытерли это на этого достаточно для сковородки можно кипятком просто сполоснуть еще раз и его как бы выплеснуть знаете чтобы вот этого ворс от салфеток не оставался на посуде но если это сильно не важно если двухслойный полотенце особенно то можно просто вытереть на сухо и все ну как мы видим без воды без фейри без каких-либо средств мы отмыли сковородку все чистенько можно прямо дальше готовить вот так вот всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и пока до новых встреч